Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все поздравили, по одному поздравляли, все вместе поздравили, сказали много напутственных слов приятных. Надеюсь, все сбудется, то, что пожелали. Состояние, в принципе, нормальное. Не сказать, что готово на максимум именно сегодня, в конкретный момент, в конкретную минуту. Но завтра будет лучше. Состояние физическое отличное, моральное тоже. Нужно побеждать. Завтра приложим все для этого усилия себе. Но они явно с хорошим настроением сейчас приехали с Оренборга, потому что выиграли. Несмотря на отъезд их основного связующего, команда все равно остается цельной, сильной, крепкой. Там очень много опытных игроков, которые готовы сыграть за себя и за этого парня. И легко, я думаю, завтра не будет. Кто здесь? Это кто? Сегодня будет, я думаю, много народу. Будет хорошая поддержка у них. Поэтому давайте не теряем голову, узнаем, что делать. Агрессивно, цепко играем. Все вместе. Белгород! Нам навредил, может быть, первый сет, когда мы вышли в спокойном тренировочном режиме. Довольно легко добились результата. И вот это нам такой же урок будет, как и остальные игры, когда складывается тяжело, и когда 2-0 идем, и 0-2. Здесь то же самое. Могли спокойно довести второй сет до победы, но какая-то вот эта такая поверхностная легкость появилась. Соперников всегда надо уважать. Я благодарен Нижнему Новгороду, что они показали хорошие бойцовские качества, особенно в защите, нападении. Действительно заставили нас играть на полных оборотах. То, что мы ехали сюда за результатом, я не скрою. На блоке мы переиграли очень значительно, там 15-3. Надо отдать должное сопернику, они лучше принимали, чем мы. По ошибкам ровно 26 ошибок каждая команда. В плей-оффе с такой игрой, конечно, будет тяжело. Надо все-таки механизм держать, как говорится. Готовым, чтобы не было вот этих банальных ошибок. Признаю, что редко, когда я включаю уже административный фактор, пришлось встряхнуть команду после второго сета. Ну, довольно жестко. Поэтому я думаю, что они понимают, что это часть тренерской работы и примут это как должно. Всех болельщиков с победой. Матч получился сложный. Ключевой момент, мне кажется, это нам надо было держать свою подачу и меньше самим ошибаться. Нам легче было справляться на блоке и также в защите. И, естественно, по-моему, себе играть. Мы выиграли атаку и блок. Это 100%. Подача в приеме, я думаю, у нас была на одинаковом уровне. Очень сложный зал, очень низкие потолки. Андрич как-то высоко подкидывает. Тут висят эти все балки, мяч не задевает. Видно, что домашний зал для них. Хорошая команда с хорошей подачей, вариативная. Мы много своих доигровок, которые у нас были, не смогли добить до пола играть. Партеечку взяли, могли бы еще. Последняя партия вообще скомкано вышла, как отрезала, как будто мы не выходили на площадку. Партеечку взяли на площадку. Сегодня мы играли, по сути, в два нападающих и в два принимающих. Ну, не смогли заблокировать. У нас был колоссальный провал в разнице, да, по блоку с соперником. Когда играешь в два принимающих, в два атакующих, конечно, тяжело соперничать с командой в таком уровне, как Белогоры. Сегодня, в этом сезоне Белгород, это не прошлогодний Белгород. Это команда, которая бьется за пенал шести. Поэтому соперник был сегодня наглый. Завтра днем улетаем в Санкт-Петербург, в Сосновый Бор. И играем там тоже очень важную игру. Так что болейте за нас. Завтра команда не улетворен. Четвертую партию со счетом 25-13. Игра на команду Белогория-Белгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова